Всем привет! После Малайзии мы решили полететь во Вьетнам, а именно на остров Укок, самый большой остров в Вьетнаме. Там были 11 дней, поэтому очень много есть что вам показать. Приятного просмотра! Ребята, мы приехали во Вьетнам на остров Укок. Считается одним из самых больших островов во Вьетнаме и такой туристический остров на самом деле. Тут вот есть аэропорт. Сейчас мы вызвали такси, то есть поедем до отеля. Принцип принимают карты UnionPay, но русские карты вот только Газпромбанк специально, а китайские тоже принимают, где UnionPay, но не все карты, я думаю. На улице, кстати, такая классная погода, плюс 30 с чем-то, но тут не влажно, как в Малайзии, поэтому, в принципе, мне комфортно. Сейчас едем на такси. Кстати, сняли деньги в банкомате, но там вообще невыгодно. Такие вот магазины тут есть, альбомы. Тук-туки. Мы уже сейчас в отеле. У нас видно бассейн, кстати. Вот, сейчас покажу вам рум-тур. У нас вообще, мы так устали немножко. Так, нам сюда. Наша комната. Нам дали два ключа. Кстати, персонал очень такой классный. Заходим. Вот это наша комната. Теперь мы заходим сюда. Вот такая ванна. Она такая огромная, смотри. Тут есть туалет. Потом вот такая вот душевая. Зеркало вот такое вот огромное. Вот такой шкаф. У нас есть халаты. Потом мы заходим сюда. Тут везде есть... Тут, получается, стол такой. Просто водичка. Потом два стульчика. Телевизор есть. Такая тумба. Потом такой стол. Может тут, не знаю, краситься, наверное. Вот еще одно зеркало. Потом у нас есть две кровати. Одна маленькая Настя выбрала. И вот такая вот огромная кровать. Просто когда я выбирала, тут был только такой вариант. То есть не две маленькие кровати, а большая и маленькая. Потом тут тоже лампа стоит. Какие-то картины. Потом у нас балкон. Как открыть? Ванна. Вообще. И вот бассейн. Мы живем на третьем этаже, так скажем. Там можно полежать. Там тоже вот отель. Очень красиво. Там море. Такой вот room tour, так скажем. Тут также есть кондиционер. Комната очень просторная. Мы вышли. Я сделала хвостик. Мы, Настя, должны сейчас пойти купить купальник. Выходим. И тут, получается, тоже вот магазины всякие. А центры тут где-то, может быть, километр и четыреста метров. Но можно сказать, что это как центры. Тут очень много байков всяких. Громко. Настя взяла, купила тапочки. Да, наконец-то. Мы уже с Настей в отеле. Сейчас пойдем на пляж. Скоро закатили сейчас. Кстати, тут время меньше на один час, чем в Китае. Сходим на пляж. Настя покупается. Кстати, Настя купила купальник, поэтому все нормально. Кстати, полотенца вот эти выдают в отеле. Это Настя на очке. И в них очень красиво смотреть на закат. Сейчас мы придем, подойдем к морю. Это первый раз, когда я увижу море, потрогаю. Кстати, тут мы заметили очень много баров, очень много еды. И они принимают наличку. То есть все равно наличку нам нужно менять. Вот, мы поменяли в аэропорту, в ATM. Что-то там капец, как дорого. В два раза дороже, да, чем просто прикладывать карточку. Поэтому... Вау, как красиво! Все, смотрите, как красиво! Боже мой! Такой закат вообще! Водичка просто супер! В общем, Настя там плавает. Вот такой вот отель, есть бассейн. Сладкая кошка! Она такая красивая, да! Самое главное не упасть в бассейн. Ты что, такая красивая? Я хочу, чтобы она ко мне подошла, а мы с ней вместе спуты. Давай! Мы нашли еще одну кошку. Только она уже не белая такая, милая. Вон белая. Вот рыженькая. Все, мы уже в номере. И вообще, на самом деле, сейчас подумала, что путешествия дают такие эмоции. То есть вот я первый раз на море, я прям, блин, расплакалась. Ну реально. Потому что это что-то такое первое в моей жизни. Это просто волшебно. Тем более, первый раз увидеть его на Вьетнаме, на острове Фукуок. Мне кажется, это все. Поэтому я так и подумала, что деньги тратить на эмоции, на путешествия, это очень важно. Очень классные вспоминания, которые заполнятся, скорее всего, на всю жизнь. Я очень рада, что я это снимаю также на видео. Потому что я некоторые свои видео, практически большинство, потом пересматриваю. И, кстати, мне очень много вопросов пишут, как не стесняться снимать. Ребята, просто снимайте. Говорите, показывайте. Потому что это ваши воспоминания. Я просто понимаю, что я это буду пересматривать. И это будет потом очень интересно. Мы сейчас с Настей пришли покушать вьетнамской еды. Это миэ. Вообще, на самом деле, тут очень много еды. И очень шумно, потому что там дорога. Там вот стоит елка. Можно сесть внутри. Там кондиционер будет. Но на улице, кстати, тоже очень так нормально. Поэтому сели на улице. Сейчас выберем что-нибудь покушать. Можно расплачивать с картой. Поэтому мы сегодня кушаем тут. А завтра мы поменяем деньги. И можно кушать хоть где. Как я знаю, в Вьетнаме есть вот такие вот всякие супы. Но тут также есть вот такое. Что-то вот такое, вот такое. Настя взяла вот такой кокос. Ну, тут, конечно, дороже, чем где его на улице продают. Но, в общем, кстати, прикольно. Мне принесли манговый джуз с бананом. Сейчас попробуем. Все, нам уже все принесли. У меня вот такой вот, я не знаю, это как хот-дог. Но там не колбаса, а, по-моему, грибы, что ли. Потом вот такая вьетнамская еда. Я не знаю, как это называется. Но тут вот такая вот лапша и их соус домашний. Потом у нас есть вот такой вот салат. Он очень такой большой. Стоил 170 тысяч тонгов. Это примерно 600 рублей, да. Мы зашли в такой местный магазинчик. Вообще, на самом деле, очень прикольно. Мы нашли тут, получается, сыванап со вкусом лимона. Колу также такая же, как в Малайзии везде. Потом тоже есть. Мы нашли самое главное, сиркосичку. Мы ни разу в Китае, я не видела сиркосичку. Ну и тут очень много русских, поэтому мы, скорее всего, потом возьмём. Но сейчас мы очень наелись. Тут также очень много их лапши всякой разной. Такой я, кстати, не видела в Китае или в Малайзии. Там ещё раз соусы какие-то. Ну, в общем, как в обычном таком, на этом магазине. Но только их продукты. Но, мне кажется, не только их. Кстати, во Вьетнаме много чего производят. Кофе. Кстати, очень прикольно. Со стаканом, смотри. Мы укусили. Да, реально, мне тоже сильно укусили. Мне кажется, нам нужно что-то от комаров купить. А, тут есть шоколадки, орео, всякие булочки, как в Китае. Мне кажется, это есть китайские. Ткат. Я, кстати, ткат купила уже. Я же его не так мне с этого. Ткат с матчей. Но из-за того, что это остров, тут, конечно же, дороже, чем, например, с других любых городах. Такой вот есть купальник. Кстати, вот это очень красиво. Мне нравится такой стиль. Такой, знаете, вот такой вот. В общем, я все-таки взяла вот этот савина попробовать и водичку. Мы пришли с Настей на завтрак, уже покушали. Но сейчас я вам покажу, что тут есть. Настя хочет хлеб с джемом, но тут, получается, пронесли пирог. Я его, кстати, не видела. Потом тут вот джем всякий разный. Сыры, потом хлеб, белое яйцо. Тут также всякие колбаски, потом овощи, соусы. Вот такие вот фрукты. Тут еще был арбуз, видимо, закончился. Какой-то салат тоже фруктовый. Очень много зелени. Потом соусы вот такие вот. Можно посмотреть горячие. Тут получатся помидоры, потом бекон. Тут у нас вот такая вот свинина, потом с овощами, лапша, спагетти. Потом вот такой вот рис и вьетнамский какой-то суп. Вьетнамские панкетти. Прикольно выглядит, кстати, очень. Вот это вот. Вода, потом сок ананасовый и сок арбузовый. И все, в принципе. Мы вообще с Настей пришли, потом как уснули. Сейчас время уже практически два. И мы сейчас пойдем купаться. Везде пальмы. Вечером, после того, как мы покупались, мы пошли на ночной рынок, но перед этим хотели поменять деньги. Деньги мы там не поменяли, потому что был не очень выгодный курс, поэтому поменяли в Робинсом Перл. То есть там продают бижутерию из жемчуга. Кстати, там был курс намного выше. Мне кажется, самый выгодный курс на острове, поэтому поменяли в Робинсом Перл. Следующий мы пошли на ночной рынок. Ночной рынок мне, кстати, понравился в первый раз. Но после того, как мы были там уже очень много раз, то я думаю, что это просто место для туристов. То есть там очень сильно завышают цены. Там, конечно, можно купить вот жемчуг, да. Но я думаю, это не стоит прям того, чтобы туда каждый раз ходить, кушать и так далее. Можно, да, просто погулять один раз. Я вот делаю мороженое, например, первый раз в жизни, да. Такое сухое мороженое, кстати, очень вкусное. Я там вот это поела, и я не скажу, что это было прям очень сильно вкусно. То есть как будто даже не соленое, но все равно как-то вот. Да, реально вкусно. Доброе утро. Мы снова идем на завтрак. Я не знаю, мне кажется, у нас каждый день будет как одинаковый, потому что мы будем завтракать. Так, это захвата. Ой, какая захвата. Да, это захват телефона Оксаны. Мы купаемся. Какое вот митинус. Кайфуем. Спасибо. Дорвела кокос. Пошли поесть. Такое вот место. Настя загорела. Взяли вот такое вот блюдо вьетнамское, как суп, лапша. У нее то же самое. Вот, смотрите, господи, будем сейчас кушать. Мне кажется, что в Вьетнаме сам популярный это массаж. То есть он там везде, и он очень дешевый. То есть я помяла себе ноги и, по-моему, спину за 150 тысяч донгов всего лишь. Все, мы с Настей уже в отеле и купили, зашли в такой большой супермаркет. Я там ничего не снимала, потому что у меня села зарядка. Сейчас мы покажем, что там купили и сколько у нас получилось. Начнем с пакета Настей. Называется магазин, кстати, Кинг-Конг, и там было очень много корейцев. Вот эту водичку нам каждый день приносят в отель, то есть меняют. Настя купила вот такое молочко для тела, потому что оно очень сильно обгорело. И как бы вот это очень классно. Самое важное, это жвачки BTS. Да, она купила жвачки BTS. Я тоже купила, только зеленые. Потом ментас вот такой вот, чукопай. Кокосовые печеньки. Кокосовые печеньки. Джели, вот такие вот маршмеллоу. И это вышло в 159 тысяч донгов. Я не знаю, потом тут где-то напишу, сколько это получилось всего в рублях. И то, что я купила. Я купила вот такой вот кекс с шоколадом. Следующие вот такие вот маршмеладки, по-моему. Взяла два твикса вот таких. Попробовала, взяла такую вот шоколадку, какую-то странную. Посмотрим, я ни разу такую не кушала. И взяла жвачку, как у Насти. Риттер Спорт. И вот такие вот маршмеладки тоже от Чупа-Чуп. И стоит это все, вышло у меня в 161 тысячу донгов. Сейчас в комнате. Мы вообще сегодня никуда не выходили, потому что сейчас на улице Плюс-3 очень жарко. Настя сейчас ушла. Я провожу консультацию. Даже если я на отдыхе, все равно нужно проводить консультацию. Сегодня, кстати, какой-то такой странный день, потому что мы с Настей не купили обратные билеты. То есть мы купили до Гонконга, но нам нужно с Гонконга переехать, перейти границу с Китаем. То есть мы подумали, что как бы все норм будет. Но как бы билеты в Китай, потому что скоро Новый год китайский, очень много людей мы не предусмотрели, поэтому вообще нет поездов с 3-го числа. Но хотя я думала, что я останусь в Шэньчжэнь там 2 дня, потом в Гуанчжоу 2 дня. Я так и сделаю, потому что билеты есть на 8-ое число с Гуанчжоу до Кунмина на поезд. А на самолет очень какие-то дорогие. Поэтому 8-го числа вечером я уже вернусь в Кунмина. Поэтому у меня какой-то немножко такой стресс по поводу этих билетов. Поэтому заранее все покупать, тем более если в Китае. Я сейчас отвела консультацию и иду смотреть на красивый закат. Прям отсюда вижу. Кстати, я очень сильно загорела. Настя сегодня тоже устала, сейчас она спит. Поэтому я вышла одна. Это уже такой gold hour, так скажем. В общем, ребята, я пошла на 9 этаж. Тут на здесь бассейн, сейчас покажу. И вот я, получается, поднялась на 9 этаж на лифте. Там, получается, мы кушаем завтраком каждый день. И тут есть еще бассейн. Я думаю, что тут много людей каждый раз. Тут вообще нет людей. Вот, это вид, получается, на город, так скажем. Конечно, не так светло, но вот это вот остров Укулок. Мы с Настей вышли и купили кокос. Зашли в магазин. Йогурты. Реально так много. Орео. Огромная фанта-кола. А, ну тут еще есть такая фанта большая. И кока-кола, такая огромная. А еще есть такая маленькая кола. Как много сладостей. Куба-буба, мармеладки, всякие жвачки. О, да, мы снова на завтраке и кушаем. Другие тоже кушают, но не так прям много людей. Сейчас мы с Настей уже покупались в море и пришли в бассейн. Но Настя сейчас пошла мыться, а я потом пойду. Сижу, кстати, одела такой новый купальник. Ну, как новый. Я его просто ни разу не одевала еще. Он, получается, такой закрытый обычный купальник. Просто вот такой вот бассейн. Вообще людей мало. Но вода клевая. Именно в бассейне. Идем к морю. Море. Очень красиво. Ноги вообще у меня очень сильно загорели. Вот так сейчас фоткать. Семновато немного, но ничего. Сейчас пойдем на ночной рынок. Смотрим сейчас такой закат красивый. Тут тоже люди сидят, снимают. Вот. Настя тоже пофоткала. Там люди купаются. Кстати, пляж такой очень огромный, длинный. О, какой красивый магазинчик у них. Нет, никакого смысла. Да, Настя заказала. Это, получается, лапша с креветками. Да. Стоило это 70 тысяч. А я заказала себе вот такой рис. Тоже с креветками. Тоже стоит 70 тысяч. Сейчас будем кушать. После того, как мы покушали, мне захотелось апельсинового сока. Кстати, в Вьетнаме очень все дешево. В плане таких соков в смузи. На следующий день мы с Настей поехали в одно место. И чтобы туда доехать, на Фукуоке вообще уходят автобусы. То есть они бесплатные. Есть 17-19 автобусы. И то есть вам не нужно за них платить. Внутри есть кондиционер, Wi-Fi. Приехали сюда. Потом мы доехали до конечной станции. И, как оказалось, это парк Grand World. И там, на самом деле, было очень жарко. Мы, кстати, попили такие напитки, потому что было жарко. Потом нашли вот такое вот место. Похоже, кстати, на китайский стиль. Также нашли вот такое вот место. Тоже очень классное. Как в сказке. Гном. Там было очень много разных фигур. Также было такое здание. Тоже интересное. Туда внутрь зашли. И, кстати, там также как городок, как маленькая Венеция. Тоже очень мило. Как будто в европейском стиле. Тоже советую посетить. Там можно прокатиться на лодочке. Хочется попить водички, чего-нибудь холодного, потому что жарковато. Огромный найча. Настя подумала, что это 7-Eleven, а это, кажется, 7-Market. Зайдем сейчас в 7-Eleven, а не в 7-Eleven. Мы такие, вау, здесь 7-Eleven. Мы зашли взять кофе. Я хочу попробовать. Я вообще не любитель кофе, но я хочу пробовать именно с кокосом. А Настя сегодня уже попила белый кофе. Ей очень понравилось. И она взяла еще раз белый кофе. Вот такая вот кофейня. Очень, кстати, миленькая. Вон там сидит Настя. Я взяла водичку, но она мне вообще не понравилась. Все, нам принесли кофе. Будем пить. Немножко тошнит. В общем, ребят, у нас прям такое спонтанное решение, потому что мы сейчас с Настей меняем комнату из-за того, что на улице, видимо, делают ремонт. Поэтому очень сильно пахнет. Вообще невозможно даже в комнате находиться. И поэтому мы сейчас собрали вещи по-быстрому и меняем, получается, в то здание. То есть главный отель на пятом этаже, по-моему, будем. Я не знаю пока, что мы еще не видели комнату, но сейчас поедем. То есть нас отвезут для этого отеля, хотя там примерно 200 метров. Очень удобно эта комнатка. Все, бай-бай. Но, конечно, тут реально пахнет, потому что на столе эти сетки, у нас нет окна. То есть тут такие сетки сверху. Поэтому комната тоже пахнет в комнате. Это реально невозможно. Но, в принципе, отель хороший. Они согласились поменять. Вот это наши вещи. А вот тут, видимо, ремонт делают. В общем, вот это наша комната. Не знаю, сейчас мы посмотрим, какая она. Прям вот в этом, получается, отеле внутри. Вау! Ну, тут она немножко меньше, да? Ну и ладно. Давай включим свет. Это ванны, там можно пойти. А, окей. Вообще. Не, ну супер. Зато я внутри положу. Так. Да, чуть-чуть поменьше, конечно. Ну, ты глянь на эти кровати. Да, сейф. Потом... Это такой рум-тур, да? Потом по новее. Да, по новее. Поэтому такая вот комната. Будем сейчас разбирать вещи опять. Тоже шкафчики есть какие-то, чайник. То же самое вообще. Ну, здесь мини-бар. У нас тоже тут есть такой маленький балкончик. Можно выйти, посушить вещи. И смотрите, вот тут можно увидеть. И какой вид вообще на море. Очень красиво. Я очень довольна. Мы с Настей очень довольны. Сейчас будем разбирать вещи. Тут хотя бы холодильник работает. Там чуть-чуть не работал. И так можно повернуться. Красота. Мы пошли кушать в русский ресторан. Можно, пожалуйста, уехать? Ну, типа, это вещь Вьетнам. Ящер, степень. Попробую вот эти чипсы. Окей, вот эти чипсы мы увидели. Записаны со вкусом. Окей, давай. Ну да, тут Норик, кстати, нарисована. Вкусно? Сейчас я пробую. Хаучи, Настя сказала. Вот она такая. Прикольно. Я имею в виду то, что... Который в Китае, да, с огурцом? Да, в Китае с огурцом. Они вообще невкусные. Ну, в России, когда я помню, да, там были вкусные чипсы вот с огурцом. А в Китае вообще... Да, малосольные огурчики. А тут просто в Китае есть с огурцом обычным. И они невкусные. А вот эти с Норик, кстати, вкусные. Мы сейчас хотим пойти купаться в бассейн. В общем, да. На девятом этаже почему-то все уже. Бассейн закрыли. Поэтому мы идем в открытый бассейн, который на улице. Пошли на море. Не знаю, покупаемся мы или нет. А в бассейн, наверное, потом, да, пойдем? Как-то страшно чуть-чуть. Так, мы зашли выпить смузи. А, нет, Настя хочет кофе. Я взяла coconut. Вот она прямо сейчас так делает. Кстати, очень... А, очень много, кстати, кофе продаю в Вьетнаме. Потому что его тут очень много делают. И он тут есть. Такие сейчас пошли опять в магазин. Уже скоро ночь. Сейчас закат. Так, мы уже с Настей взяли. У Насте очень вкусный кофе. Она сказала, Настя взяла купить чай. Кончик. И coconut smoothie. Это вкусно. Вкусно? Угу. Я сейчас тоже попробую. Прикольно. Нам, может, он не любит приносить сюда чай в подарок. Да. Нам еще пронесли чай в подарок. Это прям очень мило. Мы с Настей пришли с Кинг-Конга. И хотим показать вам распаковку, что мы купили. Что Настя купила. И потом покажу, что я купила. Я не купила очень много. Вот. Настя купила. Это кокосовые чипсы. Это кокосовые чипсы вот такие вот. Кокосовые печеньки. Кокосовые печеньки. О, они такие огромные. Made in Vietnam. Мне кажется, в Вьетнаме очень много чего такого кокосового. Настя просто обожает арахис. Вот эта вот штучка. Кстати, на ночном рынке их очень много где продают. То есть, прям они очень популярные. Тут это получается микс. А это с карамелью. Если ты возьмешь по 300 грамм, две, то тебе дадут также микс. Подарок 100 грамм. У нее вышло 210 тысяч донгов. Тут потом будет перевод, наверное. Настя взяла такие две масочки. С зеленым чаем. Потом с лимоном. И, кстати, там была очень популярная вот эта вот фирма. Кокон, по-моему, называется. Это сыворотка для лица. Это с кокосом. Да. Для ресниц масла. Да, масло для барвей и ресниц. И просто тоже умывалка. Это вышло 190. 190 тысяч. А я, получается, тоже взяла масло для волос от этой фирмы. Взяла вот такое вот кокосовое масло. Получается тоже крем. И он идет с SPF 50. Также я взяла попробовать вот такую вот маску для лица. Тоже от этой фирмы. В общем, посмотрим, какая она. Бальзам для губ. Тоже из кокоса. И также взяла, как у Насти, получается масло для ресниц и бровей. В общем, вот это вот все. Пять штучек у меня вышло на 375 тысяч донгов. Ребят, сегодня у нас уже 29 января. Время очень быстро летит. Я сегодня никуда не выходила. Хотя время уже практически 5 часов. Первый раз тут на девятом этаже. Но вода как будто немножко холодная. В общем, я пошла на этот бассейн. Смотрите, кто там сидит. Просто на втором этаже. Всем привет. Менство Оксаны. Я утопила телефон. Точно. Доброе утро. У нас все осталось на Фукуоке 3 дня. Сегодня, завтра, послезавтра. И второго мы уезжаем. Сейчас мы уже позавтракали. Время уже по 11, кстати. И хотим сегодня попробовать снять байк и куда-нибудь поехать. Все, мы сняли байк. Стоит 150 тысяч. Паспорт ничего не нужен. Просто прямо в отеле снимаешь. Настя поехала. Попробуй. Потому что я ни разу не езжу на байке, которым используется бензин. Все на электрических в Китае. Но на таких мы еще не ездили с Настей. Вон там Настя. Она пробует сейчас кататься. Ну вообще все ездят на вот этих с бензином. В принципе, я думаю, ничего страшного. У нас есть вот это. Стоп, стоп. Ты повезешь ей. Окей. Ты повезешь или я повезу? Пусть попробуют. Да. Мы сейчас... Ой, приехали на жемчужную ферму. Да. Вот так вот она выглядит. Тут очень много жемчуга. Ферма. Hello. Hello. На самом деле, я советую всем посетить жемчужную ферму. Потому что, мне кажется, весь жемчуг, который делается, он во Вьетнаме. Вообще, когда мы зашли, персонал был с нами очень дружелюбный. Потом провел нас. И они показали нам такую мини-экскурсию. То есть это бесплатно. Нам ничего не нужно было платить. Позвали, как они открывают вот эти вот ракушки и достают из них, получается, уже жемчуг. На самом деле, это было очень познавательно. Было очень интересно посмотреть, как они их открывают. На самом деле, мне кажется, они открывают очень много ракушек и жемчугу им каждый день просто. Но, конечно, английский язык, на самом деле, проводница, которая нам помогала посмотреть, то у нее не очень. Поэтому иногда мы не понимали, о чем она говорит. Но было очень красиво на все посмотреть. То есть там было очень много посудок, которые достали прямо из моря. Также можно посмотреть, именно как делают изделия из жемчуг. Все, мы уже отсюда уезжаем. Настя сейчас будет водить, и мы поедем на водопад, который находится примерно в 7 километрах, если ехать на байке. Все, мы приехали на водопады. Билет стоит 30 тысяч с одного человека. Вот, поэтому сейчас зайдем. Мне кажется, в этот парк нужно ехать не за водопадом, как я объясню позже, а именно за цветами. За очень красивыми деревьями, которые просто очень много очень красивых, очень разноцветных. Там, правда, было очень колоритно. Также были очень милые домики такие. Там также были такие уточки. Не знаю, водопад такой, конечно. И все. Поэтому мы поднимались по камням именно наверх очень долго. И вот такой вот водопад. То есть ожидания на фотке, который был, и реальность, конечно, не совпадают. Сейчас, знаете, поедем в кокосовую тюрьму. Как я поняла, ссылали до этого людей, то есть из Вьетнама, на этот остров. То есть до того, как остров стал, так скажем, райским островом, тут были заключенные, очень много заключенных. И тут есть вот эта кокосовая тюрьма. Сейчас она, конечно, не действует. Но, как бы, остались вот воспоминания. И поэтому сейчас туда хотим съездить и посмотреть. Все, мы наконец-то приехали. Я уже устала водить. И вот так выглядит тюрьма. Но выглядит, конечно, вообще не очень, на самом деле. Тюрьма Фукока или кокосовая тюрьма. Я вам сейчас расскажу некоторые факты. Тюрьма была построена французами в 1940-х годах во время колониального проявления над Вьетнамом. Она была названа кокосовой тюрьмой из-за того, что она была окружена кокосовыми паймами. Во время войны во Вьетнаме тюрьма использовалась для содержания политических заключенных и военнопленных. Заключенные находились в жестких условиях. Они были подвергнуты пыткам, изоляции и другим формам физического и психологического насилия. Сейчас тюрьма служит музеем, который демонстрирует жесткие условия и историю этого периода во вьетнамской истории. Кокосовая тюрьма стала популярным туристическим местом, где посетители могут узнать о трагической истории Вьетнама. Все, мы наконец-то приехали, но не в отель. Осталось примерно 4 километра, по-моему, или сколько? По-моему, не так много, да? Да. И мы заехали в такую кофейню. Я взяла себе... Сделала себе оранж-липтон, Настя взяла себе кофе. Кстати, какой ты кофе взяла? Как обычно, век. Вау, thank you. Кстати, всегда приносит такую водичку. Вот кофе Настя, а это липтон. Кокосовая тюрьма Кокосовая тюрьма Кокосовая тюрьма снасти уже съездили по храму было очень классно все объездили за два часа и получается заправились на 1 литр 125 тысяч домков вообще кстати и за дорого то нет но она скажет что один литр там хоть на 20 метров и сейчас я жду наш я уже одел купальник и сейчас мы пойдем купаться просто отдыхать загорать и послезавтра мы уже уезжаем так быстро времени поэтому осталось нам сегодня завтра и 2 числа мы уже уезжаем в аэрофор и летим гонконг а потом мы переходим границу и уже я буду в шенчжене в гонконге я не буду оставаться просто мы туда полетим прямым рейсом отсюда до гонконга мы пришли пить по пути такой огромный выбор я не очень как это можно не любить сам застал Мелодцы вообще. Круто! Это все круто. Вообще, конечно, ночью вьетнамцы жители просто острова Фукоока очень активные. Так как днем жарко, и обычно, как я заметила, все вьетнамцы стараются скрыться от солнца, как иностранцы, наоборот, хотят загореть. В общем, мы с Настей не понимаем вьетнамский ваг вообще. И мы обычно с вьетнамцами разговариваем на языке жестов. Давай, покажи. Примерно так. Нам сегодня надо было открыть капут, сиденья, чтобы взять щеньки и полоски. Шлем, да. Они не понимают английский. Мы им такие... Типа, открой. Байк, открой. Вот так. В общем, это так смешно было. Но они ещё начинают с нами на вьетнамском болтать. Да, разговаривать. Мы вообще ничего не понимаем. Но это так мило. Они вообще, на самом деле, очень дружелюбные. Сегодня меня вьетнамец ударил по ручья. Ну да, он был странный, кстати. Ну вот, который нам и помог. Кстати, мы пришли в этот же храм. Ну, в это же место. Тут очень-очень оживлённо. Вот такое вот море. Прям вообще... Там наш отель где-то. Тут храм уже закрыт. И в ночь вот так всё свечится. Очень много людей, все гуляют. Вообще взяли вот это. Это, скажем, крайний день полный. Мы одели купальники. Сейчас пришли попить, что-нибудь купить. И потом пойдём на пляж. Настя взяла вот такой вот кофе. White coffee. Да, мы советуем к сарёчку с тапилкой. Попросили добавить тапилку. Теперь это кофе, это с тапилкой. Все, мы приготовили уже вот эту соду. Стребори сода. Клубничная сода вообще. Пришли на море. Вообще людей нет. Ну, вон, похоже, несколько людей нет. Будем сейчас купаться. Такие волны сегодня вообще. Крайний раз. Купаемся на море сегодня. Мы пришли с Настей кушать в какое-то заведение. Сейчас посмотрим, что у них есть. Мы сидим прямо возле моря. Ребят, мы уже возле аэропорта. И нам перенесли. И когда мы ехали с Настей, получается, в автобусе, нам перенесли рейс ещё на 3 часа. Поэтому мы улетим не в 13.45. Вообще у нас должен быть самолёт в 11.55. Но мы думаем, что улетим сейчас в 13.45. И в итоге мы улетаем в 16.45. И прилетим мы где-то полдевятого ночи. Сейчас мы сидим на улице и заказали покушать, потому что уже обед. Очень рады. Да. На улице ещё жарко. У нас штаны. Я взяла себе вот такой вот, я не знаю, хот-дог. Это курица терияки и кока-колу. Вышло 122 тысячи домов. Насте тоже пронесли покушать. У меня кофе и булочка. Да. И это штучки. Ха-ха-ха. В общем, ребят, наши приключения продолжаются. Время уже у нас 17.23. А мы до сих пор не улетели. И мы не знаем, когда мы прилетим. Скорее всего ночью, потому что нам перенесли ещё на, получается, полтора часа. И мы вылетим только в 18.30. Время полшестого. И мы хотим очень кушать, потому что нам не дают ни еды, ни воды. То есть вообще ничего. Плюс также мы тут, знаете, хотим покушать. И даже тут всё в долларах. Но платят вьетнамскими донгами. А у нас как бы карты UnionPay. Мы в городе, в магазине, везде, где мы хотели кушать, везде платили карты. Ну, то есть не везде, конечно, наличка большинства. Но карты тоже можно было расплатиться. А именно в аэропорту, да, где вот мы сейчас, можно расплатить, кстати. Но нужны, чтобы вьетнамские донги были на этой карте. То есть там кредитная карта, что ли. Но у нас обычные карты. И мы хотели уже заплатить просто 25 долларов, чтобы просто, блин, покушать. Просто покушать лапши обычные просто. Вода стоила там 500 рублей. Мы уже хотели купить. Но нам сказали то, что нет, вьетнамские донги. Я сходила, купила водичку в другой магазин. У меня получилось примерно 200 рублей, наверное. Вода на самом деле не очень вкусная. Но хотя бы есть вода. В самолете нас не будут кормить. На самом деле, ну такое. Нам постоянно переносит то, что мы уже с 11, как бы с 12 дня, да. Наш ужин. Мы наконец-то в самолете. Вообще не в следе, но тут рядом туалет. Все пока в Хок-Хок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok